Доброе утро, запись пошла. Сегодня у нас 4 июня 2020 года, время московское 0.28. Начинаем наш утренний обзор. Как всегда с вами аналитик трейдер Кирианца Владимир, клуб трейдеров Картель. Мы работаем для вас, для того, чтобы было вам легче понимать рынок. Ну и, соответственно, кто-то учится на этих обзорах. Спасибо, кто смотрит мои обзоры. Также после обзора, кому понравился мой обзор, поставьте лайки. Пишите какие-то комментарии, задавайте вопросы. Также после обзора есть ссылка на мой курс Форекса, тогда я приглашаю. И что ж, начинаем работать. Как всегда, начинаем с фундаментального анализа и смотрим, какие события у нас были вчера, которые могли повлиять на рынок. Ну, первое, хочу сказать, что можно сказать по общему взгляду. Audi идет неплохо, идет в зеленом. Что касается данных вчерашних, мы обращали внимание на данные по Европе. В принципе, мы увидели где-то зеленых, больше зеленых, конечно. Отчеты EDP. Это опережающий индикатор, который вышел хороший. Почему хороший? Потому что мы увидели минус 260, то есть увидели с минус 9 тысяч уровень занятости. То есть, действительно, занятость очень сильно упала. Сейчас немножко она приподнялась. Вчера мы были данные по процентной ставке. Но мы говорили по процентной ставке. В принципе, будет все без изменений. По США, в принципе, пока ниже 50. И вот единственный индикатор пока держится, это индикатор услуг. И запасы нефти. Что можно сказать, на первый взгляд, по запасам нефти? Запасы нефти уменьшились. Уменьшились. В принципе, здесь на самом деле должна быть... То есть, извините, да. Так, 7.99. Упали запасы, да. Ну, незначительно. Нет, мы ожидали какое-то меньшее снижение. Здесь довольно с минусом. В данной ситуации что хочу сказать? Хочу сказать, что, в принципе, нет. Сейчас готовится снова прорвать уровень. Это мое такое мнение. Ну, посмотрим, как на самом деле будет. Что у нас сегодня? Сегодня мы увидели, действительно, сегодня много такой новостной день. Первое, что можно сказать. Но самое важное, это решение о процентной ставке еврозоны. Я думаю, здесь будет без изменений, потому что ставка довольно долго уже не менялась. То есть, по депозиту минус 0,5, а процентная ставка нулевая. Как всегда, в четверг это рынок труда США. Это число повторных заявок по безработице, производительность, без учета сельскохозяйственного сектора. Ну, что можно сказать? Заявки на безработице немножко падают. Но мы сейчас посмотрим уже на графиках. Также будет пресс-конференция председателя ЕЦБ. Здесь может быть в этот период волатильность 15-30. Тут 12. Много данных по еврозоне. И больше практически я ничего не вижу такого. Но важное событие, это, конечно, решение о процентной ставке. Завтра у нас обзора не будет. Давайте посмотрим и завтра. Ну, завтра что можно сказать? Ну, конечно, самое важное, это нонфарм. Нонфарм мы тоже ждем снижения. Минус 25 и минус 8 тысяч. Это очень серьезно. Если это произойдет, это поддержит американский доллар. И индекс может развернуться. Ну, и как всегда, тут же рынок труда Канады. Число занятых, видите, значительно уже минус. То есть, это минусы. Потому что все-таки тут разница довольно приличная. Мы видим, что экономика постепенна. Ну, а что касается нефти. В США закрываются сланцевые скважины. добычи. Пока вот такая вот ситуация на рынке. Переходим на индекс. И смотрим индекс. Все время падал, падал, падал. А здесь появился покупатель. Коррекция ли это? Ну, здесь очень важно, что произойдет. Пока есть первая коррекция. Вот за весь период, видите. И здесь, если цена начнет закрепляться выше, это будет разворачивать индекс. Ну, и, соответственно, здесь начнет укреплять американский доллар. SP хорошо идет вверх. Получает снова новое сопротивление. Dow Jones тоже постепенно идет. То есть, рынок фондовый идет вверх. По нефти первое сопротивление. Закрылись ниже. Ну, и вот уровень 40 достигнут. Нужно сказать, что все идет по нашему плану. В принципе, когда еще цена была здесь, я говорил о том, что мы постепенно начнем двигать цену. Ну, вот мы ее двигаем. Здесь мы довольно долго стояли. Импульс. И дальше прорыв к 40. 40 мы достигли. В принципе, как бы говорили о том, что действительно будет диапазон какой-то 35-40. Такой 30-40. Где-то вот в этом диапазоне. Возможно, устроит рынок такая цена. И цена начнет держаться в этом диапазоне. Что по ВТИ, то же самое. Остановка 36. То есть, вот здесь какой-то баланс. Действительно, гэпы отрабатывают великолепно. Идем дальше. Евро. По евро мы говорили все время о покупках. То есть, мы все время покупали. Получили первое сопротивление. Сложным пробоем. Закрылись ниже. И открылись ниже. То есть, в чем это говорит? Ну, здесь интересный вопрос. Прорыв этой зоны, конечно, даст движение к 1. Дальше выше. К примеру, первая зона. Это где-то 1.13. В эту зону. Что мы сейчас видим? Ну, первое. Можно ли сейчас продавать прямо? В принципе, что мы увидели? Ложный пробой. Открытие ниже. В принципе, ситуация для продаж хорошая. Для продаж хорошая. Но здесь идет такой восходящий тренд. Можно делать какие-то небольшие, хочу сказать, на небольших движениях. Небольшие какие-то брать движения. Где-то порядка в эти зоны. Где-то откаты. Возможно, будет какая-то коррекция. И вот на коррекции можно зайти. И здесь просто посмотреть внимательно. Что же все-таки цена сделает? Что показала история этого уровня? Вот уровень, который... Бар, который создал этот уровень. Здесь мы увидели разворот одного бара. То есть удар. И цена ушла. Здесь попытка. Если будет постоянно цена бить... Значит, здесь будет набор какой-то позиции. И может быть прорыв. Но я говорил о том, что надо смотреть все-таки на индекс доллара. И если индекс доллара начнет укрепляться, евро начнет падать. На первый взгляд, что можно сказать по фунту? Мы закрепились выше уровня 1.24.86. И в принципе, здесь неплохая ситуация. Искать покупки на коррекциях. Вот в принципе цена закупилась. Сейчас цена откатывается. Останавливается возле какой-то зоны. Но вот здесь уже видно, что цена начинает корректироваться. И делает какую-то зону. Уровень. Можно сказать уровень. Здесь надо посмотреть внимательно. Видим практически цена. Говорят, копейка в копейку бьется. То есть, ну... Здесь в принципе неплохо пока. Вот на этом восходящем тренде. Искать покупки. В этом направлении. Вот таким вот образом я бы пока предложил работать. Вот в этом направлении. С небольшим стопом. Взбивает стоп. Ждем цену в уровень 1.24.48. Пока вот на данный момент такие рекомендации. Продавать здесь нет смысла. Ауди. Ну что, можно сказать по Ауди. Вот по Ауди. Хорошо Ауди идет. Вот я говорил здесь в основном покупать на коррекциях. Ну, а сейчас мы увидели вот такие вот остановки. Цена делает какую-то зону такую. Здесь в принципе вот неплохо. Вот сегодня вырисовывается хорошая точка. Для покупки. С целью 0.7029. В принципе, неплохая точка. С перспективой взять вот это движение было бы отлично. Если бы все выполнилось, задачу мы бы выполним. Еще раз хочу сказать. Здесь никаких продаж мы не делаем. Мы только рассмотрим покупки. В принципе, вот пока такая ситуация. Ну, зеландская валюта. Сырьевая вторая валюта. Она тоже себя неплохает. Но она ударилась в уровень. То есть, она повторяет евро. Практически вот в зонах, от которой мы строили уровень. Видите, практически. Через определенное время. Видите, обратите внимание. Очень хорошо видно, что здесь мы. Хай. 1.6447. И хай, соответственно, 1.4443. То есть, практически 3-4 пункта мы ударились. И сразу отлетаем. Можно ли сразу вот прямо тут же сразу продавать? Ничего подобного. Еще рано думать о продажах. Нужно понять, что же здесь произойдет. Конечно, был откат хороший. Я говорил вот о таких вот покупках. Цена фактически, она не вошла в зону, но хорошо отбилась. Здесь была неплохая ситуация для покупки вот с этой целью. Сейчас цена откатывается и можно вот сейчас прямо. Возможно, цена может и постоять здесь и сделать какой-то импульс. Нужно понять на более старших таймфреймах, что же произошло здесь. А что мы видим вообще вот на этом движении? То есть, здесь действительно мы видели такую проторговку. Цена ушла. Значит, наша задача подождать, как все-таки отреагирует дальше уровень. Улетает. Мы ждем повторного тестирования. Допустим, цена улетает вот в эту зону. Но мы ждем вот такое движение, желательно сложным пробоем. И тогда уже будем заходить. В принципе, вот пока на данный момент. Здесь цена может довольно долго стоять возле уровня. Вот когда она стоит возле уровня, вот фактически это ситуация. То есть, мы видим четко. Цена 4-5 дней стоит возле уровня. Тут может все быть, потому что может быть здесь накопление. Но так как здесь был нисходящий тренд, а здесь восходящий тренд, мы можем и пробить этот уровень, и уйти дальше. Так, немножко надо подождать, посмотреть реакцию этого уровня, и потом принимать решение. Поэтому по Новой Зеландии здесь я бы пока ничего не делал. Да, цена может откатываться. Здесь где-то останавливаться. Можно какие-то еще искать движения к уровню снова 0.64.43. Вот такие пока рекомендации. По Золу-то много говорят. Да, и ждут там чуть не уровень 1900. Многие пишут. Вот что хочу сказать. Хочу сказать пока неясная ситуация. Это называется качели. Я не вижу здесь конкретного закрепления на уровне. Вот уровень, от которого идет цена. Мы просто смотрим и наблюдаем, как цена реагирует. Пока ничего. Доллар швейцарский франк. Но мы говорили о долгом швейцарской франке, что здесь нужно пробовать откупаться. Уровень, который сделала цена. Это уровень 95.96. Можно сказать 0.96. И, в принципе, здесь довольно цена не показывает никакого движения. Цена просто стоит в каком-то коридоре. Движется вверх-вниз. То есть, вот какой-то коридор. Не очень хорошая ситуация. Пока стоит покупка. Что дальше, будем наблюдать. Доллар иена. Здесь покупки. Однозначно. Здесь, обратите внимание, очень сильно иена делала такие сюрпризы, когда она стоит возле каких-то уровней, и она выстреливает импульсом. Уровень, к которому цена подошла, вот мы сейчас проверим. Действительно, здесь уровень идет очень давно. Это хай 108.50. Соответственно, хай, можно сказать, было движение здесь. 108.51. Ну и здесь можно 108, где-то лав 42.9 до 8. В принципе, тут видно, что цена была пробита импульсом, четко закрепилась. Я говорил о том, что после такой точки нужно было входить в сделку. Сделка была очень хорошая. Сделка была вчера. Вот она. Великолепно здесь все отработало. И взяли. Вот напишите, кто зашел по этому сценарию. Здесь стоп, здесь вход. Таким образом? Цена вылетает. Ваша задача поставить лимитный ордер, зайти в сделку. Все. Стоп минимальный. Практически 15 пунктов. И вы берете еще в сделке. То есть, кто зашел. Мы можем закрыть часть лота. И держать вторую часть к уровню 109.71. А что это за уровень? Это уровень. Вот откуда идет этот уровень. Вот паранормальный бар. Фактически паранормальный бар сделал два уровня. Используйте паранормальные бары. Действительно, они отрабатывают неплохо. То есть, видно хорошо, как этот паранормальный бар сделал уровни. И уровень 109.71. Вот к нему идет цена. USDCAD. А что можно сказать по USDCAD на первый взгляд? Что мы шли вниз. Здесь закрывались ниже. Сейчас тестирование. Тоже паранормальный бар. Обратите внимание, что я использую паранормальные бары для того, чтобы ставить уровни. Тоже можете попробовать. Вот еще паранормальный бар. Здесь я больше взял. Вот еще есть один паранормальный бар. Очень много у USDCAD паранормальных баров. Потому что он связан с нефтью. И здесь действительно нефть движется. Обратите внимание, что 1.3520. И соответственно 1.3517. Вот три пункта на таком расстоянии. То есть было в марте 9 и фактически июнь. То есть видно, что цена запоминает. И видно, что цена тестирует. Вот сейчас мы фактически бьемся в этот уровень. И стоит вопрос, а можно ли продавать. Что можно сказать? Действительно нефти немножко стало запасой. Чуть-чуть. У нас видно, у нас действительно запасов было много. Сейчас немножко. Можно попробовать. Можно попробовать легонько. На какую-то продажу. Аккуратно. С ним больше-меншим лотом. Ну что хочу сказать. Интересно, почему продажи. Ну первое, мы видим нисходящий тренд. Мы учитываем такой момент. Здесь тоже на старшем нисходящие. Здесь есть закрытие. Попытка пробить еще одно закрытие. То есть открытие-закрытие. Длинный хвост. В принципе неплохая ситуация. Вот даже вот если мы посмотрим внимательно. Даже на меварших таймфреймах. Ну то мы увидим вот. Вот такая вот точка. Что мы видим? Мы видим ложный пробой. Если допустим цена ныряет вот в эту зону. Вот хорошая точка входа. Здесь неплохая. Вот видно хорошо цену держали. Здесь пытались идти. Сейчас идет бой. И здесь в принципе можно понимать, что здесь неплохо сейчас поискать продажу. И нефть. Что можно сказать на первый взгляд по нефти? Ну хочу сказать, что вот здесь мы получаем сопротивление тоже на таком ГЭПовом разрыве. Тоже ГЭП очень хорошо работает. И золото хорошо работает на нефти. На валютных парах. Вот. Ну лучше всего золото нефть. И здесь вот хорошо видно, как отрабатывает этот разрыв. Что мы сейчас можем делать? Здесь в принципе нефть остановилась. Ну если взять вот эту ситуацию, вот как подошла нефть. К примеру, вот мы закрыли эту часть. И мы увидели, вот подходит нефть на маленьких барах. Здесь тоже маленькие бары. Пробуют закрываться, потом уходят вниз. Идет накопление и импульс. Импульс фактически двигается дальше. Здесь может тоже повториться такая ситуация. Но здесь довольно такой уровень 40. Это практически такой круглый уровень. И он может вполне откатить немцы. Если действительно всех устроит цена пока 40. Ну вот такая ситуация на рынке. Всем спасибо, кто смотрит мои обзоры. Также завтра обзора не будет. Всем хороших выходных и до вторника. Всем пока.